Ух ты! От воздействий непосредственно от моей соседки Галины и от тех, кому она меня заказывала. От магии мусульманок. Мусульманская магия идет по мне прямо красной полосой. Лидия Зарипова, Михаила Бадалова, женщин моего отца Нины Султанова, одноклассник с Ниной и Людой, их матерей. Восстановить работу моих энергоцентров. Убрать привязки и к живым, и к мертвым. Восстановить целостность моей энергоструктуры, моей души, ДНК в соответствии с салоном. Убрать все деструктивные энергоструктуры из моего энергетического пространства. Так, извините отказаться от ритуала моего крещения, отпевания панихид моих родственников, матери Сони, брата Владимира, отца Михаила. Свои причастия и соборования. Узнать причину многолетнего конфликта со своей соседкой Галиной. Моими должниками Оксана и Юрия, а также Татьяна, которую я опекала 5 лет, спасла из жизни сына своего здоровья. Уничтожить все деструктивные программы моего энергоспространства. Это лжи, жертвы, чувства вины, невозможности нормальных самоотношений с людьми. Узнать свое предназначение. Лучше поздно, чем никогда. Кое-что еще успеть сделать. Стридеть свою родственную душу. Стать здоровой, красивой, счастливой. Творить на свое благо и благо человечества и планеты. И попросить у Вселенной прощения за то, что творилось чудеса. Почистить свое жилище. Все. Отношения с родителями были натянутыми. Отец был занят своими женщинами, мама, отцом и работой. Мы с братом росли сами по себе. Были всегда одни скандалы и погромы. С мамой постоянно были скандалы. Но только на людях в основном. Но ей надо было показать, что у нас хозяйка дома. Потому что я все делала не так. Это продолжалось до 23 лет, до первого моего ДТП. После него я стала гуттоперчивой. И только иногда там чуть-чуть рот открывала. Но зато сумела Таня от всех пойти учиться. Закончила высшее учебное заведение. Пока они не знали. Вот. И тем не менее, плохая дочь ухаживала за мамой. 26 лет. Что она, что отец умерли у меня на руках. Вот. Но для отца я всегда была жаба, макака и подкидыш. Так. Вот так. С родителями. Я хочу сказать, что много было случаев, когда я их спасала всех. И мама, и брата, и отца. И сердце останавливалось. И падали там. Погребы я вытаскивала. Я хочу понять, почему я для них была спасателем. А для меня, когда я попала в ДТП в больницу, мне все считали фиросой. Никого возле меня не было. Так. Предала свою родственную душу. Да. Предала ее. Признаю. Спросила обращения и прощала. Ну, что-то так тяжеловато идет. Так. Случаи жизни. Вот. Было два ДТП. Не-не-не. Подождите, подождите. А когда вы предали свою родственную душу? Это когда надо? В каком возрасте или когда? Нет. Случаи. Когда любимый человек возродился из рейса, он решил прийти ко мне на работу. Ну, я услышала, что он сзади стоит. Вместо того, что бросится ему на шею, мне так это хотелось делать. Ну, я почему-то меня переклинила. Я взяла, убежала в другую комнату. Ну, я поняла, почему это было. Потому что, когда брат был при смерти, и я увидела, что у него остановило сердце, я взяла свое сердце, вытащила и поставила ему. И, как вы думаете, какая могла быть у меня другая реакция? У него уже сердца не было. Уже там ни любви, ничего не было. Я же дала свое сердце. Это ж дура. Так это вот как раз и было предательство вашей родственной души. Да, вот так я и предала свой дух. Поэтому я ушла от него. Он подумал, что я там загуляла или что такое. Так. Ну, случай жизни. Вот ДТП. Было два ДТП. Первое, сбил мотоцикл с операцией, с разрывом селезенки, с множественным переливанием крови до 7 литров. Это то, что я знаю, что перелили мне. Реакция была страшная. Я чуть там ласта не склеила. Благодаря людям в палате, которые кричали, что позвонят в облздрав, почему надо мной издеваются, тогда только отменили переливание. А то я не знаю, чем бы это все дело закончилось. Вот. Очень тяжело было. И второе ДТП было очень интересное. Значит, мы перевернулись, скатились в туалет, перевернулись несколько раз. Я только успела сказать, как в кино крутимся, думаю, сейчас остановимся, вспыхнет бензин, и мы начнем гореть. Ну, мы что-то переворачивались, переворачивались. Тут, смотрю, едем прямо в эту полосу между поля, и там деревья стоят. Ну, чтобы не выветривало землю с полей. И так же спармезурки очень узкие. Я думаю, ну все, бустот туда же не влезет. Думаю, ну все, кранты нам. А мы четыре вернулись в очередной раз, и приближаемся. Ну, где-то сантиметров сорок, как бы не дотянули до этих деревьев. Там эти табаля стояли. Раз, и остановились, и упали опять на бок. Все. На этом дело закончилось. Ни одной царапины, ничего у нас не было. Ну, на стороне водителя полностью стекло, было мелкую сеточку, треснуто. На моей стороне, вот как кто-то черту провел. Все было чисто. Вообще, ни одной трещинки на моей стороне не было. И моя сторона не была ни погнутой, ничего. Водитель через меня перелазил, и выходил с этого. Ну, вылазил в бусах. Там все стояли, спустились вниз, бежали, щупали, нащупали, ничего не разбили, не побили, ничего. Все было нормально. Так. Здоровье аборты. Сама не делала аборт, а вот подруге делала аборт. Была знакома с иглорефлексотерапией. Мой человек, как говорится, Станислав Кириллович, который меня учил рефлексотерапию, он начал ей делать аборт, а мне я говорила, сейчас там, урву Таня, двойня, сразу в трехкомнатную квартиру получишь. Вот я начал делать аборт, а тут его в командировку. Он говорит, Лора, доделай. Ну, я и доделала. А у них все равно родился пацан. А потом еще что-то, вот она родила, а потом еще взяли какой-то кусок. И говорит, врач держит в руках этот кусок, говорит, я не пойму, говорит, что это такое. И Саня не поняла. Ну, ее Саша звали. Но я-то поняла, что это. Это был, это то, что не начало развиваться. Это был второй ребенок, которого добила я. Зачем, Станислав Кириллов добила я. Просила уже прощения. Это моя вина. Так. До пяти лет ничем не болела. Закачивала только 23 года. То есть ничем не болела. До пяти лет. С пяти до семи всем болячками переболела, когда попала в детский сад. В том числе и корю. При коре у меня пропало зрение. Я слепла. Потом оно начало восстанавливаться. Какие-то там очки одевали, снимали. В общем, и образовалось у меня какое-то косоглазие. То оно есть, то оно нет. В общем, такое. Врач сказал, это говорит, от инфекции. Болела только ангинами. В возрастном возрасте болела только ангинами. Но после ДТП, которое было 23 года, то после этих всех переливаний начали меня сильно беспокоить почки. Ну и тогда я начала ударилась во все тяжкие. В дедушке ездила, и к Любови Васильевны ездила, с которой читала молитвы. Я там ревела только. Но никакими реактуалами я не занималась. Ничего там никуда не ходила, ничего не сыпала, не колдовала, не гадала ничего. Мама гадала, правда, на картах, и парочку раз мне выливала навозки. Это было. На сессии у меня там, это, как сказали, сглазили. И мать точно навозки показала те фейсы, которые действительно меня сглазили. Ну, помню, как мы ехали в троллейбусе за этим. Ну, мы первые сдавали, я как староста первая сдавала на пятерки и шла первая за, ну, шуполяну накрывать. Ехали в троллейбусе, тетка одна как устала на меня. Ну, и все. И стало мне плохо. Пропустила, помню, экзамен по высшей математике. Пришла только где-то дня через 4. Встречаю Колю, с которым мы были в троллейбусе. Он говорит, ты где была? А я там как стенка белая. Я говорю, ой, Коля, такое было. Он говорит, да где я сглазили? Я ж помню, как тетка на тебя тарасилась. Он говорит, а тот мужик, который в ресторанике приставал вечером в тот же день. Я говорю, он тоже, говорю, мамаша выливала навозки, говорю, и эта баба, этот мужик в очках, все выпало. Как оно там появляется, я не знаю. У меня матери, конечно, не могла ничего сказать, что мы ехали за водкой, там, за всем вот этим. И поэтому в троллейбусе. Она говорит, ты была на сети, когда оказалась где-то в каком-то людном месте, где тетка тебя там глачила. Ну, вот такие пироги были. Так, ну, и теперь говорю, значит, кого я читала и кого я смотрела. Значит, смотрела несколько сеансов Чумака Каспировского, ну, реакций. Прошла первую ступень у Раисы Рык, у меня оно по барабану. Читала Правдину, Рогожкину, Джуну, Аксенова, Фролова, Чумака, Татюбабу. Всех читала, со всеми знакомо, но ничего, ничего во мне не задержалось и не остановилось. Книги по астрологии, хиромантии, зумерологии, все это я читала. Ну, и все. От всех практик отказываюсь. Всю информацию уже забыла и от нее отказываюсь. Передаю информацию о своем освобожении. Ну, я говорила, маме Софии, отцу Михаилу, брату Владимиру, сестре Ларисе, невестке Татьяне, племяннику Денису, племяннице Мелоне, Карине, Сабине, племяннику Владимиру, подругам Татьяне, друзьям Саше, Саше, Игорю, Ивану, Александру, Юрию. Все. Хорошо. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Сейчас на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ларисы. Лариса. 1, 2, 3. Так, она появляется, эмиргосфера правильной формы от программы жертвы. Вот как-то она вот так вот движется. Идет такой, какая-то толстая, такая искусственная полоса. в сектор магии. И прямо слышу Галина. Что за Галина? Есть такая. Так, как-то на один глаз, на правый, какая-то иплант вот так вот одет, который закрывает вообще правый глаз. А левый глаз к левому глазу идет подключка такая черно-блестящая. Черная так с блестящим, таким как фольга. И тянется в сектор интерферентов. И вот так как бы утягивает ее зрачок туда. Вот так в сектор интерферентов. Так, дальше на третьей чакре у нее, то есть вот так я вижу у нее ремень, солдатский ремень, гипностерка, юбка. Она одета как солдат сапоги. Как женщина-солдат. Защитного цвета. Какая-то пилотка на голове. Она отдает честь. Вот эта программа есть. Ну это как бы все на первый раз. Хорошо. Сейчас считай эфирное ДНК по Ларисе ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение на работу с ней для нее. Да, она дает. Хорошо. Спроси у нее, она видит, что в ее пространстве происходит? Видит. хорошо. Так, мы ее вот так перед ней, вот так вот здесь, на уровне сердечной чакры, вот такая какая-то пятно, такое вот черное и такое тоже черно-блестящая штука и тоже тянется все три перфилентом. Так, хорошо. Считай информацию, что это за пятно. У насчитывается как память. и оно такое насчитывается как будто бы грибок. Вот это какая-то клякса, а здесь такой вот как плесень. так, ясно. Хорошо, тебе это пятно выходит на первый план, с чего начать? Оно какое-то очень агрессивное, меня прямо заболело все в голове. я его отзалкиваю туда. Закрой это в какую-то банку, это все пятно с отражателем. Я это пятно забираю, говорю, что Лариса его вот вместе с этими штуками какие-то в секторе интерферентов. Вот я его вот собрала как пинцетом туда все. и пинцет туда выбросила весь. Хорошо. Так, приказывай хозяину этого пятна, кто находится в секторе интерферентов, проявиться на нашем рабочем столе. Так, идет как большая лягушка сущность рептильного вида. Считывается много генетики лягушки. Считывается как фашист. Фашист. Это рептилия такого зеленого цвета. Типа идет с автоматом. Я приказываю всем интерферентам Бориса явиться на наш рабочий стол немедленно. Вытаскивается спрут, программа спрут. Не сам спрут, а так просто как голограмма. голограмма серого. Оно вот так вот мелькает. То есть их нет уже. Хорошо. Так. Сейчас прикажи вот этой рептилии или лягушке с автоматом принять форму в соответствии с ее эфирным ДНК. Появляется какой-то репт. Агрессивно так. А почему он живой, а те не живые? Считай информацию. Почему он живой? Почему он пришел? Так. Я вижу, что от его ног много-много таких подключек идет в сектор магии. А, Грегору. А в Грегоре много-много людей. И они так как будто бы идут на демонстрации и кричат что-то. Так. А сейчас читай информацию что это за Грегор. Он считывается как национализм. Фашизм, национализм. Вот так. Но они вот кричат все что-то, но считывается, что они все кричат за власть. то есть они на стороне этой темной власти выступают. То есть их лозунги вот разные, а на самом деле они как бы выступают, защищают эту темную власть. Хорошо. Так, сейчас. и это выглядит как будто бы они вот так в одной руке перебирают разные шарики. то есть рука одна вот тянется эта рука к интерферентам, а шарики разные, то есть переставляют то один, то второй. То есть подаются на эти все игры темных. Ясно. Пусть сейчас Лариса тогда покажет, когда она впервые подсоединилась к этим интерферентам в любом из воплощений. Пусть покажет этот момент эту ситуацию. Я вижу Вторая мировая война. Она просится на фронт. Она прямо просится. То есть она пришла не просто просится, доказывает, что ей нужно очень сильно. И я вижу она служит, просится на фронт. Там будет война. И как-то на столе это пилотка с красной звездой. а потом сразу я вижу танки. Сейчас я зайду в самый важный момент. Зайди в самый важный момент. я вижу, что там взрыв. И она как-то ее душа выходит. Вот взрыв ей пришелся как бы в сердечной чакре. ее как-то как будто бы что-то поднимает вверх. Лицом вверх. Вот как взрыв произошел, то ее душа вот так как взрывной волной получается она как бы вот так поднимается как за медленной съемки. Это взрывается и душа выходит и вот так ее ну так как-то вот так выносит. Как будто бы там у нее тянут ее за сердечную чакру. Там подключка такая. куда-то тянут ее буквально тянут. Я вижу что сейчас я отойду отдались посмотри куда тянут и кто тянет. Я вижу что над полем боя завис в другом измерении огромный корабль. он такой огромный что покрывает не одно а много полей битвы. Я вижу как к этому кораблю красным секторам тянутся такие как открытые порталы какие-то вот там где война проходит где битвы где люди погибают там такие серые порталы открытые пространства и это сущность появляется вот этот с автоматом рептилоид так и я вижу что она появляется в том пространстве в этом корабле и одновременно как-то попадает в то пространство как она заходит в блиндаж а там этот человек с которым она говорила он он спал на столе ну за столом спал наклонился он спит и она а у него вот это пилотка ее она ее берет себе на голову одевает и она считывается как предательство себя так то есть это она видит иллюзию это не то что иллюзия она попадает на эфирный план и когда она вот туда летит она как бы сознанием попадает туда также нету прошлого настоящего она просто попадает чтобы ответить на свой на свой вопрос так а какой у нее вопрос читай информацию она 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 подумала почему я почему со мной это случилось она говорит сама себе я такая молодая а время такое какое-то растянуто очень сильно и сразу ей идет ответ я вижу что был подписан контракт и идет совмещение такое вот как бы двух контрактов то есть здесь один контракт с этим мужчиной который там спал так и еще один контракт от этого рептилоида она попадает как иллюзии да потому что она сразу после этого видеть что ее взяли в плен то есть после взрыва она видит что ее взяли в плен что ей кляп рот и ее привязали за спиной такой как штырь ее так привязали руки за спину и она ощущает себя как в плену у немцев и не осознает что она умерла ясно так хорошо тогда давай сейчас посмотрим условия контракта который она подписала с этим рептилоидом считай информацию условия этого контракта с рептилоидом это был второй контракт мужчина посмотрим на первые мужчины который там и почему это пилотка постоянно так выпирает хорошо пусть сейчас лариса покажет какой был первый контракт с тем мужчиной какие условия его считай информацию и как с этим пилотка связана вот и вижу что когда она поднимает эту пилотку и одевает себе на голову там появляется такой белый пушистый кролик и этот это в эфирном плане так выглядит и этот но этот человек который там сидел спал за столом он ее вот так взял этого кролика за ушки и у него такое ружье большое но видно только эти этот ствол ну как будто бы вот сбоку вот здесь открытый портал у него был и он этого кролика то есть как ее душу берет и туда вот как пушечное мясо вот оно так идет просто опускает в этот ствол я говорю чтобы она показала какой контракт она подписала она доказывает что ей нужно на фронт типа родина мать зовет так хорошо считай информацию и скрытый смысл этого контракта отдать душ так хорошо сейчас спросил ларисы видит ли она это какой контракт она подписала да она видит и она снимает эту пилотку и у себя из головы и смотрит и видит эту энергию этого кролика и подключу подключка тянется вот сектор магии и на том конце там это галина слышу воплощение с того воплощения пришла так хорошо тогда давай посмотрим в том воплощении кем галина приходилось ларисе пусть лариса покажет так там появляется какой-то сюжет как будто бы ее ларису кто-то так ногой как мяч и полетела она прямо в сектор интерферентов так приказываю этому пусть проявится тот кто бьет ногой по галине ой по ларисе как по мячу пусть проявится на нашем рабочем столе вижу такая женщина статная властная она считывается как мать вот этот символ национализма этот как мужской тулупчик но фашизм а национализм так я вижу она собирает свою дочь на войну сама ее собирает она одобряет это да она такая большая а дочка такая маленькая по сравнению с ней в энергетическом плане и она ей говорит иди защищай родину так как на это реагирует лариса ей очень страшно у нее вибрации такие страх низкие но она соглашается да почему она соглашается по какой причине спроси у нее чтобы не опозорить маму или самой не опозориться перед мамой то есть она угождает матери но она очень сильно боится она молоденькая можно сказать ребенок хорошо так пусть сейчас лариса покажет есть ли какой-то заключенный контракт между ней и матерью в том воплощении я вижу что мать кормит ребенка черным молоком вот эти программы предательства и программы жертвы мать устанавливаем мать 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 показывает на скажем так на фашиста и это вот этот символ снова в одной руке два шарика мать показывает на фашиста и посылает ее на верную гибель а она сейчас матери показывает на этих рептилоидов на этих врагов которые вот находятся в этой летающей тарелке то есть она истинного врага кто сталкивает этих людей кто зачинщик этой войны и я вижу как она выплевывает в младенчество это черное молоко буквально встает у матери из рук и говорит ей да пошла ты и снимает эту вот этот ремень и вот эти ремни какие вот так идут как-то и вот эту пилотку я вижу что это зеленая пилотка сверху она выборачивается наизнанку и превращается как материнское место откуда дети выходят получается что родить чтобы убить вот предательство это как разврат насилие и магия вот этот материнская вот программа вместо уберечь своего ребенка убить его а буквально отправить на смерть хорошо пусть сейчас лариса отказывается от этой программы приказывает этой галине материнского воплощения забрать эту программу вот она заходит в этот блиндаж и берет эту пилотку и бросает матери а там уже не ее душа как кролик беленький а вот этот символ женский в пилотке вот сверху такая а внизу вот такая и она это ей бросает как символ предательства и я вижу что этот человек который там сидел как бы проснулся у него такие глаза а в этот момент у нее глаза и она снимает этот имплант хорошо как крючок я говорю чтобы она вытаскивала тот на что это притянулось это все крючок зацепку пусть вытаскивает на наш рабочий стол угодить то есть она хотела матери угодить вместо того чтобы угождать своей душе угождать человеку несовершенному хорошо а теперь пусть лариса покажет когда этот блок программа угодить ее пространстве впервые появился в любом из воплощений я вижу что она показывает то воплощение когда мать ее бьет маленького ребенка выглядит девочкой годик или полтора она ее бьет за что-то так что лариса в этот момент чувствует думает она чувствует что она плохая раз ее мама бьет но мама святая а я плохая нужно улучшаться хорошо спросил ларисы видит ли она это сейчас и хочет ли изменить эту ситуацию свое отношение к этой ситуации может высказать этой маме все что она про нее думает я вижу она берет эту энергию черную энергию которая руководится материнской рукой чтобы девочку ударить и она вот так отталкивает и говорит матери ты дура ну в смысле что не понимаешь что делаю и она говорит я отказываюсь и идет в сектор подписания контрактов с этими темными вот я вижу что у нее вот этот эти иллюзии пропадают в которых она была я вижу что она буквально развязывается с этого столба и уже не пребывает в этих иллюзиях я вижу как она стоит посередине этого корабля и осматривается а там ходят серые туда сюда и эти рептилий с такими огромными хвостами вот и разные там приспособления и это еще есть инсектоид коричневый вот из сектора магии такой огромный то есть это программа шерствоприношений программа фашизма это одно и то же она такая огромная как будто бы из происподней так выползает и так руками накрывает и лапами и этот корабль весь и эту всю планету пол планеты вот там там где эта война идет так пусть сейчас Лариса покажет этот контракт который она подписала с этим интерферентом или интерферентами считай информацию какие условия этого контракта тоже все связано на этой пилотке с этой звездой красной от этой пилотки тянется такая коричневая подключка в сектор интерферентов и оно считывается как ты должна то есть долг долг перед родиной долг перед матерью и она буквально вот так загибает пальцы что должна то что она должна то что ей вот эти программы она выполняет кому что она должна а на самом деле никто никому ничего не должен то есть это чужеродная матрица порабощения хорошо считай скрытый смысл этого контракта под контракт оно считывается как поддержать нас я вижу что она как бы отдала в жертву свою душу во время этого контракта для того чтобы поддерживать эти два сектора то есть инсектоидов этих рептилоидов и этих людей которые находятся в секторе магии потому что в секторе магии всегда находятся люди которые приносят себе подобных жертв с этим сектором тоже нужно разобраться фактически я вижу что те кто находятся в секторе магии это есть фашисты то есть они выполняют программу фашизма потому что фашист это тот кто приносит в жертву себе подобных это равносильно я слышу как людоедство каннибализм я вижу что это выглядит так что вот это галина которая была ее матерью она образно говоря свою душу выкакивает чтобы грубо не сказать так как оно мне звучит она свою душу просто отдает через задний проход вот туда ну прости вот так звучит да да и так как у нее уже нет своей души а энергия для жизни нужна и она я вижу начинает как бы стягивать своими лапами вот эту энергию жизненную от других и приносит их жертву потому что она как как будто цепляет таким крючком того того таким когтем вот так как удочку как рыбу ловит раз и ей дают как бы косточки обглодать когда она приносит жертву ясно и я вижу что в этом секторе сейчас проявляются или проявляются вот этот эгрегор космоэнергетика вот эти все такие вот там характерные сцепления этих меридианов меридианов да то есть переплетение неправильное искусственное ну как блокировка так оно так и считывается но все-таки кашпировский там тоже есть вот от него тянется гипнотическая нить прямо в третий глаз так много книг я вижу что через ложные знания эти так называемые учителя они тоже там нижнем портале даже мертвые но приносят жертву людей тоже ясно сейчас но тут же появляется ее мать которая выливает воск над головой то есть вот эти все которые воздействуют каким-то подключают к нижнему порталу и закрепляют те программы с которыми она пришла с прошлого воплощения с прошлого воплощения они как бы материализуют их в этом воплощении чтобы она не смогла отказаться от них сейчас от тех решений да сейчас спроси у Ларисы видит ли она все это что происходит какой контракт она подписала да и спроси у нее хочет ли она его сейчас расторгнуть хочет хорошо тогда пусть она зайдет в тот момент когда она его подписывала и расторгнет этот контракт забирает все частички души потерянные и приказывает таким интерферентом забрать все свои воздействия крючки зацепки и отдает карму всем я вижу что снова появляется это подключка в глаз я говорю чтобы она вытаскивала причину этой зацепку крючок и зацепку я вижу что сквозь ее глаз там как этот кристаллик такой как внимание она говорит что она себя оставила она тянется вот так в сектор миссии я говорю чтобы она расторгалась эти контракты с темными и я вижу как буду без подробностей описывать как вот эта пилотка она вот этим темным местом как фуражка или как этого вот так вниз как тарелочка это символ появился сверху такая какая-то ужасная вот энергия как будто бы кастрюля в которой вот что-то вскипает пьяна такая красная вот и это вот она просто считывается как жертвоприношение как символ жертвоприношения который замешан буквально вот так идет энергии как будто вот из сектора магии вот мешают замешивают такие энергии вот черное это блестяще программа предательства и программа жертвы программа предательства вот она считывается как фольга какая-то то есть на первый взгляд кажется все как бы по правилам пойти воевать там за родину и все такое за мать быть лучше чем кто-то угождать матери там или кому-то еще на самом деле это все механизмы подавления личности и манипуляций и прямо мне идет пожирание человеческой души и я вижу она вытаскивает из своего глаза там как искорка такая и она я говорю чтобы она расторгла все соглашения на жертвоприношение своей души и приказывала этим интерферентом немедленно забирать карму вот она поднимается вверх как ангел появляются крылья и от первоисточника выливается эта вся энергия черная и красная то есть как будто бы это выглядит как будто такое тесто такое сильно вспенившееся красное и черное замешанное вот и оно выливается от нашей вселенной все эти энергии жертвоприношений вся эта карма за все смерти из-за все это возвращается источнику этого сла вот она появляется богиня с крыльями в секторе миссии я спрашиваю что она делает и она что-то пишет как будто бы что-то делает считаем информацию что она делает и что пишет в таком как какое-то такое пространство вот она подошла и говорит что она какой-то открылся портал она как бы возле ног ее открылся портал и она с этого сектора миссии как вылетает и появляется снова на этом корабле она берет этому рептилоиду и вот так рукой сворачивает шею ему откручивает открутила и рукой достала с его сердечной чакры она говорит мою душу и подтянулась это такая шлейф такой светящийся в сектор мааги и я вижу как она забирает свою душу этой матери у Полины она забирает свою душу она ее душа как бы была разделена на двое с одной стороны она ушла к интерферендуму а с другой стороны к тем кто жертву вот жертву ее принес в магию в магию да я вижу как она просто выдирает свою душу с этих лап лап и возвращает свою душу и такое происходит как энергетический взрыв и вот эти темные энергии они уходят я говорю чтобы она расторгла все контракты и забрала все свои частицы души со всех воплощений со всех соглашений когда она шла против конов нашей вселенной и чтобы она забрала всю жизненную энергию со всех символов со всех своих решений и восстановила целостность своей энергоструктуры а также почистила все свое личное пространство и общее пространство и когда она это сделала то вот эта миссия где она была она просто считывается бог так что это значит она показывает что этот символ показывает на себя на душу или на первоисточник сейчас я считаю что оно считывается как приоритет божественная душа что относиться к своей душе нужно точно так же как мы относимся к первоисточнику к богу она говорит что она отменила этого бога такой черный этот сектор интерферента так бог войны бог войны жертвоприношений да вот и я вижу как она снимает эти черные сапоги гибнут и я вижу и я вижу как через эту сущность этого рептильную то есть они как посредники все прямо из всей этой антивселенной один за другим там как один тоже как матрешка одеты один на один этих пирамид к власти и выдирает они все как будто бы друг друга проглотили и она выхватывает свою душу прямо с этого она вот так через интерферента идет туда вниз как вырывает свою частицу души она считывается вся эта структура как мафия у этого первоисточника сла этот как антил и она как вырвала эту душу вернула себе я вижу что тот упал этот серафим и лежит и превратился как в кучку такую какой-то энергии а через все это такая прямо ниточка как портал открытый через всех этих сущностей я говорю чтобы она стерла со всех информационных полей всю информацию об этих энергиях уничтожила эту энергию и распространила энергию эту информацию о своем освобождении освобождении по всему фракталам ко всем человекам ко всему человечеству по всем вселенной пусть все отдают карму это уничтожил и она вот так стоит вот у нее такой образ был что руки за спиной а сейчас у нее вот так руки и как бы она раздвигает пространство и вместо сначала был как написано так бог а теперь кон она звучит как кон жизни все эти темные энергии начинают осыпаться как пепел туда куда-то осыпаются светлые энергии от первоисточника такой яркий яркий свет льется и она взлетает вверх только у нее еще есть какая-то подключка она вот так левой рукой как бы держится за нее и она тянется еще от сектора интерферентов вот к сектору миссии хорошо потяни за эту подключку и вытаскивай из сектора интерферентов хозяин этой подключки на наш рабочий стол вытаскивается такой огромный как мешок а внутри этого мешка такой шар какой-то серый так считай информацию что это за мешок и шар мешок это как эгрегора этот шар тоже насчитывается как форма жизни электронная форма жизни что электронная плантовая по нашему паутина с чем такой сар как этот как паутина так око я смотрю а там внутри как какой-то гоблин кто-то там скрюченный вот таком слизь такая считай информацию кто-то она считывается как духе войны они похожи на монстров я вижу что они такими идут как колоннами квадратами идут наступают просто вот идут они от интерферентов такими колоннами так много много идут прямо по фракталу к первоисточнику нападать у них команда нападать это эфирные монстры это программы духи эфирные то есть дух это энергия которые все энергии живые которые побуждает человека и действия в этом случае это темный дух дух войны дух смерти дух фашизма хорошо что сейчас лариса хочет сделать с этим эгрегором с этими духами она говорит что она собирает свою энергию я вижу что она расторгает тот контракт потому что до сих пор она еще находилась как бы в том корабле и она буквально вот вытаскивает как будто бы ее душа такая огромная скажем так как пол планеты или четверть нашей планеты и она ее буквально вот так вытаскивает и она одним концом вот тянется к ее душе внутри и она вытаскивает и когда она это вытащила то ее так как рикошетом отбросила первоисточнику сразу то есть ее душа сразу же соединилась с первоисточником хорошо и этот эгрегор он начинает плющиться как будто бы расплавляется и оттуда такое знаешь как начинает булькать как болото какое-то буль черное и так меньше меньше и уходит и образовался этот и оно сливается в тот портал к этим интерферентам и от первоисточника пошел такой удар энергетически очень быстро и прямо туда поэтому порталу вниз и это один портал и он разветвляется по разным разным таким как похоже как вулкан истекает лава да вот эта энергия так развилась по всему пространству там внутри этого искажения и все там начинает где это этот огонь прошу там начинают расти такие цветы наши фракталы гармония возрождается и возрождается жизнь хорошо я вижу как у нее на голове вместо этой пилотки как венок с цветов и она вот такая платье у нее такое и она как плывет в пространстве такая необычная я смотрю листу как листва цветы и она вот так в пространстве ее эфирная вот такая программа и я вижу что эта штука которая у нее была эта черная она исчезла и вместо этой программы вот вместо программы смерти вот пришла программа жизнь восстановился клон жизнь она так и звучит он жизнь хорошо ура да а я сегодня встала утром посмотрела на себя и смотрю а я выгляжу наверное на 10 лет моложе чем вчера и думаю о свершилось начинается хорошо так Вика сейчас отсоединись от этой ситуации посмотри на эфирное тело Ларисы напиши как она сейчас выглядит сейчас она сидит то есть восстановила свое совершенство я слышу и суверенность но есть еще она мне показывает эти искажения вот программа жертвы еще есть и тянется в сектор магии я говорю чтобы она вытаскивала и там кто-то вытаскивается вот так как лягушка так прыгает в галина так у нее у нее вот такие энергии этого интерферента который был у нее вот она как ящерица как лягушка вот так вот прыгает хорошо сейчас спроси у Ларисы какой-то контракт еще есть действующий с этой глиной у нее пусть покажет я говорю чтобы она это доставала что-то у нее там зацепку пусть достает зацепку крючок на наш рабочий стол а ты считай информацию что это за ситуация вот этот крючок вот такой как коготь черный и от него тянется такая подключка в сектор интерферентов и в сектор миссии так хорошо вытаскивай из сектора миссии то что там находится на наш рабочий стол я вижу она собирается на миссию и говорит я готова я говорю чтобы она сошла в тот момент когда она согласилась был ли какой-то под контракт с этой галиной да я приказываю всем программам замолчать она очень агрессивная она прям шипит как с меня приказывай замолчать она достает как свиток такой там черные такие имена так считай информацию что это за свиток и чьи имена там написаны оно звучит как план взаимодействия из списка тех людей которые вот мать отец то есть все эти условия описываются и что интересно вот я их просматриваю один за другим в том воплощении оно просто картинками вот так идет и вот выплывает вот так картинка как она отстаивает свое право и отменяет сеанс Елена Гелеон и это снова появляется вот этот символ этого какого-то кокона с этими паутинами и если бы она поддалась Елене и если бы она прошла там сеанс то есть она бы поставила свою миссию под угрозу потому что нужно на физике проявлять волю она ее проявила и поэтому она выполнила свою миссию это было это как раз и было ее миссией ее испытанием вот мне приходит испытание то есть не идти на поводу не жертвить отстоять отстоять право и в этот момент я вижу что она вот как сидит так как царица какая-то небесная красивая с этим венком живым вся живая такая и буквально в этот момент я вижу как она выплюнула такую черную как лягушку эту энергию и она расторгает эти все контракты я вижу что она буквально его так разрывает я говорю что она сейчас уничтожила все эти черные энергии в своем пространстве стерла со всех информационных полей все эти взаимодействия поставила себе только опыт и в этот момент я вижу как ее глаз левый зрачок только раз и повернулся и засветился и правый глаз и засветились глаза я вижу тот момент когда она болела вот я говорю что она может зайти да это вот связано с программой жертвы и с воздействием от магии вот это красно-коричневая энергия здесь то есть она разрешила себе какой-то момент и к ней это подсоединились я говорю что она может отменить свои болезни все да а я вижу что это связано с каким-то уколом вот в руку как бы укол какой-то делает вливание крови с чудо информации черный такой шприц большой большой пусть она отменит этот момент пусть откажется да я говорю чтобы она отказалась от всех тех моментов когда она разрешала по отношению к себе насильственные действия и взаимодействие любого плана на всех уровнях физическом да все уходит или эфирным и очистила все свое эфирное физическое днк от присутствия чужеродных энергий чужого днк и вот я вижу что с этим вливанием крови тоже было как бы на физике вот энергия этой паутины этих инсектоидов и оно уходит в пространство вместе с этими капальницами этими шприцами этими вот болезнями как это все эфирный план нужно очистить эфирный план отменить программы болезни программы жертвы и тогда все будет гармонично хорошо вот сейчас пусть как раз Лариса это все сделает отменит программы болезни наполнится энергиями жизни и найдет в своем пространстве эталон своего эфирного днк и пусть приведет свои все тела физическое эфирное в соответствии с этим эталоном пусть она готовится это сделать я посчитаю до трех и это все произойдет один два три да она как бы ремонтирует себя изнутри я ей говорю вот появляется чувство вины я ей только ну я говорю с ней как бы телепатически очень быстро но потом я уже догоняю как бы рассказываю потом вот появился этот блок с когда она способствовала этому тоже жертвоприношению то есть этому аборту да а это как подтверждение было на физическом плане когда вот этот кусок чего-то это то же самое было на физическом плане как проекция этого эфирного плана эфирного этой программы хорошо пусть она сейчас тоже изменит эту ситуацию изменит свое решение помогать в этом аборте участвовать да она отменяет я вижу что она как бы отпустила эту женщину часть души этой женщины и этого ребенка она как бы принесла в жертву и держала своими эмоциями и своим чувством вины я говорю чтобы она призывала силы кармы и отдавала источнику этого всего зла потому что у нас война не против человека а против духов смерти духов зла и пусть она им отдает все кармические всю карму да просто всю карму отдает да да выливается это вся энергия вот я с ней поговорила что она может сейчас передать в эгрегор аборта детей эту информацию всем женщинам и всем людям которые там находятся то есть и врачи и жертвы этого всего чтобы у них глаза открылись и чтобы они поняли что мир не такой каким нам его представляют чтобы они начали жить по конам вселенной нашей чистой священной и вернули себе жизнь а вернуть жизнь можно только тогда когда живешь по конам жизни она улыбается и пожимает нам руки хорошо так пусть сейчас лариса передаст информацию о своем освобождении своему брату родителям всем тем кому она называла кому она хочет передать эту информацию и оставит ее свободном доступе в эфирном пространстве да она говорит что она исправляет свой род хорошо да также пусть во все свое родовое дерево передаст каждому кто находится эту информацию о своем освобождении да так также отсоединись вот этой ситуации сейчас пусть лариса найдет привязки ко всем людям которые находятся в ее пространстве пусть всем им тоже передаст информацию и всех их убирает из своего пространства убирается это калина и она провалилась в такое ярко-красное пространство и я говорю чтобы лариса отсекала ее чтобы она отменила материнство на всех уровнях во всех воплощениях и все взаимодействия чтобы она ее просила и пусть получает свое то что она заслужила и она вот отлетает с таким черным щитом вот этот черный щит вот окончательно ушел хорошо вот я говорю чтобы лариса закрывала портал пусть пусть она сама эта соседка разбирается своей кармой закрыла портал также закрыла портал и я передаю информацию чтобы она просто отделяла свою всегда свою божественную часть от чужеродных взаимодействий и воздействий и не принимала не нужно играть в чужие игры отсекать не принимать и все потому что то что человек отсекает не принимает оно не может действовать на нас да хорошо так отсоединись от этой ситуации теперь пусть лариса своей энергии наполнит свое жилое пространство где она живет все эти пространства которые ей принадлежат и все это очистит от всей темной энергии да она очищает вижу что дом как будто бы оторвался как будто бы он на темных корнях и он отрывается и она вот эту всю черную энергию отправляет туда в портал я говорю чтобы она наполнилась светом благополучием жизнь гармонией и радостью и успехом все свое личное пространство а также внешне и оставила эту информацию активной чтобы она попала к каждой душе на нашей планете чтобы каждый выбрал свет жизнь и гармонию и чтобы каждая живая душа отказалась от своих злых помыслов своих злых дорог и от всего негативного и выбрала свет жизнь радость здоровье красоту молодость успех все то что дает наш наши иконы нашей вселенной стресса ухо хорошо так сейчас Вика отсоединись от этой ситуации посмотри еще раз на эфирное тело Ларисы считаю информацию как она сейчас выглядит решает ли еще что-нибудь то что-то мешает я сейчас я спрошу что это она мне специально показывает там диски дна вот так что-то тянется и на голове вот где спина плечи вот там такая энергия такая она почему-то звучит как мысли так я передаю информацию говорю с ней чтобы она вытаскивала программа уже мертвая но звучит как неверие в себя я говорю чтобы она веру в себя возобновила и чтобы она посмотрела что это всего лишь программы которые подчиняются ее боль и чтобы она выпустила свою волю наружу я вижу что было как вот этот момент как это иллюзия которая она находилась что как будто бы она там закрыта в плен и вот это она освобождается отсюда я вижу появляется кашпировский он закрепил этой иллюзии я говорю чтобы она отказалась от всех программ лжи восстановила целостность своего внутреннего критика и и вторгая своего пространства любое агрессивное воздействие тип носа маги панас самообман призывала силы кармы и отправляла все портал вот она делает хорошо 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 так считай сейчас информацию мешает ли ларисе еще что-нибудь она говорит она буквально показывает что так вот глазами моргает и она говорит что будет совершенствоваться что это механизм запущен восстановление я говорю чтобы она сейчас ускорила этот механизм восстановления ее физическое тело хочет омолаживаться хочет быть здоровым чувствовать счастье радость успех она говорит все придет говорю пусть все придет сейчас хорошо так спроси сейчас у ларисы мы все для нее сделали сегодня на этом сеансе да хорошо тогда мы с ней прощаемся поднимаемся вверх одну минутку и что левому глазу какая-то вот это как пена была это красная какой-то как бы имплант с левой стороны глаза я и тоже говорю чтобы она этот гвоздь вытаскивала программа подслушание повиновение я и говорю чтобы она отменила все те решения когда она принимала решение повиноваться интересно и вот этот гвоздик который сидел буквально в виске у нее он начинает расцветать такими красивыми фракталами то есть вот как меняется решение и она говорит я принадлежу себе что эта программа уходит отлично хорошо это сейчас все хорошо да да хорошо тогда отсоединись от всех от всего проверяй пространство вокруг себя все ли чисто поднимаемся максимально вверх наполняемся энергией и будем выходить да сейчас я посчитаю от 1 до 3 и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю один-два-три